вы спросите почему я стою тут в темноте что ж сегодня я немного приподниму занавес и покажу где и как я делаю видео для канала джерри рик everything а еще как я сделал свою студию полностью автономной на аккумуляторах начнем с я снимаю свои видео у себя дома но не в своем доме это то где я живу и где мы устанавливали лифт для моей жены этот дом находится в передней части участка а это здание типа гостевого домика для свекрови он находится в задней части участка именно там я снимаю все свои разборки и проверки на прочность обычно он питается от солнечных батарей установленных на крыше но сегодня то есть сейчас мы переходим на полную автономность и я расскажу как я это сделал вырубив автомат на этом щитке мы полностью обесточим этот гостевой домик скоро я обязательно объясню как я все подключил но перед началом давайте испечем печеньки ведь гостеприимный хозяин всегда угощает своих гостей чем-то вкусным и эти печеньки испекутся используя электроэнергию из тех двух батарей все что вы сегодня увидите будет работать от этих двух экофлоу дельта про соединенных вместе экофлоу спонсирует этот канал уже довольно долго один такой аккумулятор питает мой амбар вот уже два года печеньки еще пикутся так что давайте я покажу где создаю свои видео это кухонная зона является как бы центральным хабом этого дома тут я занимаюсь упаковкой и отправкой своих фирменных ножей а вот тут я и снимаю свои видеоролики опять же напоминаю все работает от аккумулятора вся магия творится именно тут в свете этих софитов прошу прощения что тут не убрана я только закончу снимать разборку зефолт 5 как вы видите он не совсем пережил это довольно прикольно что я могу с помощью этой камеры приблизить любой объект который я разбираю или вскрываю и увидеть его в реальном времени в 4к на этом мониторе все включая камеру установленную на перевернутом штативе крепится на концертных лесах и паре рельс от амбарных дверей сверху также есть удлинитель для подключения всех этих ламп которые крепятся на моноподах почти все видео проверок и разборов которые я снимал за последние четыре года были сняты именно в этой комнате я тут сделал звукоизоляцию и прочие примочки тут много чего происходит в общей сложности в этом доме 5 комнат а еще одна комната вот здесь и снова она работает от аккумуляторов эта комната вроде как кладовка куда я складываю все коробки и где храню все свои аккумуляторы заряжая дроны и всякое прочее а за этой дверью спит наш хаммер но не переживайте он тоже по вам скучает снова вернемся обратно и пройдем через кухню кстати печеньки пахнут уже восхитительно а тут я монтирую все свои видео где-то тут был выключать а вот он кстати фото подписано базам одри нам тут я занимаюсь написанием сценариев и монтажом я прожил в этой комнате огромное количество времени я не делаю абсолютно все сам у меня есть монтажер который мне помогает это один из моих школьных друзей который живет в техасе вы бы видели его чаще если бы он не жил так далеко поздоровайся дэвин привет народ я дэвин зак рад тебя видеть после того как он сделает основной монтаж он отправляет материалы мне я довожу их и публикую в интернете все проходит через этот компьютер это кастомная сборка на intel i9 rtx 4090 из 64 гигабайтах оперативной памяти но я также держу свой старый компьютер на случай если основной выйдет из строя очень важно что я смогу работать на этом компьютере даже если отключат свет во всем городе если в дело у стол не начнется извержение вулкана я все равно смогу сделать видео о нем и тут в дело вступает батареи как именно мне удалось запитать весь этот дом от двух портативных аккумуляторов и к флоу все благодаря устройству авто включения резерва вам она уже будет знакома если у вас установлен резервный генератор так как по сути это одно и то же если не считать что генератор обычно ставят на улице а батареи у нас будут внутри дома обычно их ставят в гараже или в другом месте где они не будут мешаться но кто бы не построил этот дом вечность назад он установил щиток на кухне так что что есть то есть но так как тут никто не живет я делаю как хочу конкретно это устройство авто включение резерва имеет шесть автоматов входную розетку и целый ряд ручных переключателей от него уже идут провода которые мне нужно подключить к щитку этого здания выборов шесть автоматов которые будут переподключены через панели резервных систем обесточивший ток я могу отсоединить входной провод от автомата и подсоединить его к системе резервного переключения а другой провод переключателя я соединю с одним из проводов в щитке проще говоря ток будет идти напрямую через систему переключения позволяя этому устройству самому решать подавать ток из сети или отключить дом от сети подавая ток только от батареи устанавливая систему автоматического переключения есть две причины почему нужно полностью отключиться от сети первая причина это чтобы наш ток не утекал по проводам и не питал дома соседей а вторая причина чтобы если электросеть действительно отключится по какой-то причине чтобы ремонтную бригаду не убило током так как они не будут ожидать его эти две батареи экофлоу дельта про суммарно способны выдать примерно 7 и 2 киловатта мощности каждая батарея выдает напряжение в 120 вольт а если соединить их удваивающим хабом идущим к системе резервного переключения то будет уже 240 вольт вольт и помножим на амперы и получаем 7200 ватт у этого устройства переключения также есть белый нейтральный провод и зеленый заземляющий сейчас я объясню почему я не подключаю к батареям каждый автомат если коротко то все дело в мощности многие автоматы в щитке отвечают за мощную технику например духовка которая потребляет до 50 ампер стиралка и сушилка имеет автоматы по 30 ампер я бы мог подключить их батареям так как они держат нагрузку в 30 ампер но кто вообще стирает одежду во время апокалипсиса мой старенький кондиционер тоже потребляет до 30 ампер но если мне понадобится кондиционер я включу свой портативный экофлоу 2 который может охлаждать комнату в течение 8 часов еще есть бойлер с горячей водой который в одиночку потребляет до 60 ампер я бы мог купить менее мощные аналоги например купить индукционную плиту которая потребляет меньше мощности и тогда бы я смог подключить батареям вообще все но сейчас это не главный мой приоритет для примера возьмем эту первую цепь который подключен мой компьютер это наверное самая важная цепь доме обычно электричество из сети приходит на автомат и потом сразу на мой компьютер но теперь когда у нас есть резервное питание питание приходит из сети проходит по красному проводу в устройство автоматического переключения и так как сейчас есть ток в общей сети то выходит по черному проводу и идет на мой компьютер но если мы переключимся на генератор который мы еще не подключили то тогда устройство будет брать питание с батареи и направлять его в мой компьютер и я смогу печь печеньки в моей мини печки даже если случится апокалипсис и весь свет отключится. Кстати о печке. Судя по всему, печка потребляет 1400 ватт во время нагрева и выпекания наших печенюшек. А исходя из того, что в наших батарейных модулях примерно 7,2 киловатта энергии, если включить все в этом здании, то их должно хватить примерно на 10 часов. Или эквивалентом этого может являться выпекание 100 партий печенек. Еще что мне очень нравится в этой системе, это то что она не только модульная, но и масштабируемая. Из имеющейся мощности в 7,2 киловатта, как сейчас, мы легко можем сделать 14,4 киловатта, что в теории хватило бы, чтобы питать этот дом в течение 20 часов или испечь печеньки 200 раз. 20 часов это при условии, что все будет включено. Если использовать электроэнергию экономно, то его может хватить на дни или даже недели. Или я могу докупить еще 2 батарейных модуля и иметь в итоге 6 батарей и 21 киловатт энергии. Но этих двух батарей у меня нет. Это магия фотошопа и монтажа. Спасибо тебе Девин. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Есть моменты, которые мне не нравятся в этой системе. Первое, это то, что провода уже подсоединены к устройству переключения и они никак не подписаны. Было очень непонятно, куда и что подключать, инструкция бы не помешала. Второй, неприятный минус, это то, что батареи никак не балансируются между собой. Это не великая проблема, мне просто нужно вручную балансировать нагрузку на щитке, чтобы батареи кончались одновременно. Эти три автомата подсоединены к первой батарее, а эти три автомата подсоединены ко второй батарее. Дополнительные батареи заряжают ту, к которой они подключены. Но одна половина системы не балансирует другую, если одна половина разрядится, то отключится вообще все. И наконец-то вы наверное помните про солнечные батареи у меня на крыше. Это система с микроинверторами, которая зависит от общей сети. Они обеспечивают дом электричеством, пока светит солнце и мы подключены к общей сети. Но если общая электросеть отключится, то они не будут заряжать мои батареи. Если конечно я не залезу на крышу, чтобы отсоединить микроинверторы от солнечных панелей и подключить панели напрямую к моим батареям. Каждая батарея может принять до 1600 ватт от солнечных панелей, потому что у них есть собственные микроинверторы, то есть мне нужно отключить солнечные панели от сети и переподключить их, чтобы они работали вне общей сети, чтобы они заряжали мои батареи. Это возможно в условиях апокалипсиса, но это не то, что я хочу менять туда-сюда постоянно. Так что пока я буду использовать переносные солнечные панели, может когда-нибудь я установлю отдельные панели для зарядки батарей. А что мне очень нравится в этой системе, это то, что ей не требуется никакой Wi-Fi или телефонные звонки, чтобы что-то там с кем-то активировать. Вся эта система сразу готова к работе из коробки, что невероятное облегчение в 2023 году. Девайс, который просто работает без всяких облачных сервисов. У системы есть приложение, где вы можете мониторить показатели и это очень полезно, но не обязательно для ее функционирования. Я не пытаюсь продать вам этот продукт, я думаю они сами за себя говорят. Например, если вы купите электрогенератор, то скорее всего вы получите 2 или 3 года гарантии на него, если повезет 5 лет гарантии. Но на эти EcoFlow Delta Pro вы сразу получаете 5 лет гарантии. А если у вас есть солнечные панели, у вас не будет забот, где вам брать топливо для генератора. А еще некоторые автономные системы подходят для получения налоговых вычетов. Возможно кому-то это будет интересно, но я не бухгалтер и не налоговик если что. Теперь JerryRig может работать полностью автономно. А так как у них есть встроенные ручки и колеса, то теперь я могу взять свое электричество с собой куда угодно. Я оставлю на них ссылку в описании, на случай если вам будет интересно. Большущее спасибо за просмотр, перевел и озвучил для вас мистер Бигмен. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео, а также подпишитесь на мой канал и канал Зак Джерри Риг.